Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает вопадом. И сегодня речь пойдет об очень интересной исторической теме. Это английская карикатура. Анатомия смеха, английская карикатура 18, 1, 3, 19 веков. Это объемный, очень полный, очень богато откомментированный каталог к выставке, который, конечно же, представляет собой отдельное, самостоятельное значение и в истории искусства, и в истории Европы, и в истории англо-русских взаимоотношений, культурных связей, обмена, так сказать, всевозможными тенденциями. Недаром статья, вступительная, обширная статья, очерк истории карикатуры начинается со слов Карамзина. Все помнят его письма, значит, русского путешественника. И он пишет следующее. Нет такого повода и нет такого происшествия, о котором французы тотчас не сочинили бы песенку, а англичане не нарисовали бы смешную картинку. Это действительно очень точно подмеченные черты менталитета, исторически сложившиеся и, конечно, не сводящиеся ни к жанру карикатуры, ни тем более к жанру песенки. Тем более под песенкой подразумевается все. И обработка народных мотивов и сюжетов, и революционные песни и гимны, которые, значит, республиканцы поднимали, так сказать, на баррикады, да, от Марсельеза и до Бесконечности. Там огромное количество жанров и разновидностей. Также и сатирические куплеты. Собственно говоря, мы это видим постоянно в культуре, значит, от Беранже до куплетов про кардинала Ришелье, которые поются в нашей знаменитой музыкальной комедии про трех мушкетеров. Значит, вот в Англии своя, соответственно, специфика. Англичане очень рано познали такие вещи, как личная свобода и неприкосновенность в определенных, ограниченных, конечно, пределах неприкосновенность личности, да, как право на правеси, вот это вот частное пространство личное, которое нельзя нарушать, и одновременно свобода печати и свобода слова. Это все было еще в конце 17 века, значит, начато, и потом закреплено многочисленными указами и диктами. Например, отменяющими цензуру. Если вы подзабыли, то я хотел бы напомнить, именно в Лондоне у нас печатался колокол знаменитый герсоновский, и по очень простой причине. Это было свободное от предварительной цензуры, это специфический вид цензуры, который, в принципе, не то чтобы душить свободное слово и свободный, значит, образ любой, любое изображение, даже не дает ему появляться на свет. То есть берется под контроль полностью вся идеологическая машина, да, которую представляет собой, по большому счету, книжная культура, значит, и искусство книгоиздания. Соответственно, было отменено лицензирование на печатную деятельность. Лондон стал пестреть лавками, значит, с яркими окнами, потому что они изнутри были оклеены свежими карикатурами. Что такое карикатура? В 19 веке очень много жанров возникло и развивалось благодаря, скажем так, эволюции технологий. Поэтому это была рисованная одноцветная гравюра, черно-белая, как мы бы сейчас сказали, значит, которая вручную раскрашивалась мастерами-рисовальщиками. Традиция очень давная, очень почетная. Достаточно вспомнить японскую гравюру укиё, да, жанр раскрашенной гравюры, который тоже обрел недосягаемую, на самом деле, эстетическую высоту для массового такого попсового жанра, да. То есть, ну, это же хокусай, да, это не что-нибудь, это просто шедевром считается, да. И, собственно говоря, в английской карикатуре, в английской печати, вот в тех самых площадных листках, значит, сатирах, в том отклике на злобу дня зарождалось то, что потом станет великим искусством журналистики, потом станет, проникнет во все сферы изобразительного искусства, окажет огромное влияние на книжную иллюстрацию и так далее, и так далее, и так далее. Я не в силах не только пересказать, но и даже кратко наметить вам весь объём и богатство материала, который изложен во вступительном статье и в комментарии к этому изданию. Потому что здесь у нас не только сами уморительно смешные карикатуры, да, но ещё и подробный анализ того, что этот жанр значит для нас с вами сейчас. Потому что одним из разделов этой книги является образ России, значит, в английской карикатуре этого времени. А там было что карикатурировать, да? Нет. Один из эстампов, один из оттисков я очень хорошо помню. Это, значит, страны, значит, во главе с Наполеоном, которые делят, значит, земной шар, как арбуз режут его на ломтики, да. Всё очень просто. В соответствующем томе детской энциклопедии, которая называлась «История человечества» и охватывала собой абсолютно необозримый материал от каменного века до, значит, истории КПСС. Вот там, в моём далёком детстве, эта карикатура воспроизводилась. Я с умилением узнал её образ сейчас здесь, в одном из классических, скажем так, изображений. Весь богатый материал поделён на несколько разделов. Это у нас «Город смеха», это «Манеры моды и мораль», «Светская хроника» или «Развлекаю, получай». Ну, понятно, морализаторство 18 века, жанр то, что у нас в эпоху просвещения достигла апогея в, значит, текстах просветителей, да, здесь это воплощено в визуальных образах. Вот. Наконец, парламент, политика и пропаганда сугубо английская примочка, потому что это совершенно замечательная, как бы вам сказать, даже не пародия на демократическую политическую деятельность, да, а её отражение в таком, скажем так, общедоступном ключе, потому что народ всегда очень меток, а карикатура, несмотря на своё авторство, причём подчас авторство ярко выраженное, индивидуализированное, несмотря на то, что карикатура опиралась на видные образцы живописи, недоступные широким массам, визуальный ряд эпохи был очень беден, как написано в предисловии. Действительно, картины оставались в усадьбах аристократов и родовых замках, поместьях, да, значит, цветной печати массовой ещё не существовало, не говоря уже о фотографии, до геротипов и так далее. И, соответственно, вот эти раскрашенные карикатуры были наиболее впечатляющим изображением, да. И вот это всё было ярко индивидуализировано, но опиралось-то оно на массовый вкус, на массовый спрос и в точности соответствовало запросам эпохи, да. То есть это, в сущности, народное искусство, по большому счёту. И вот раздел «Джон Буль и другие», очень печальный, но очень справедливый раздел «Образ врага», потому что карикатура всегда служила милитаристским, значит, целям, и показывая ужасы войны, она как бы намекала, что всё-таки британская империя должна победить, потому что прогресс и смысл, значит, существования человека на этой планете, он на нашей стороне, да. Значит, подробный разбор отдельных, ну, здесь ещё есть целый раздел, большая статья, посвящённая Ханне Хамфри, это издательница, потому что в данном случае мы уже идём не только по истории карикатуры как жанра, но и по истории издательского дела и полиграфического прогресса, да, типографского прогресса, который во всей своей красе наблюдается. Очень специфические темы открываются. От, значит, последствий войны, разорения и, значит, травм, которые получены были на ней, до феминизма, да, и поведения в светском обществе. Вот, например, прекрасно, да, значит, вот эта карикатура мне страшно нравится. Это, друзья мои, родительский комитет, который обсуждает свежую новинку в жанре «Янгдаут», да, значит, для молодых взрослых. На книге стоит 16+, а по лицам уважаемых дам видно, как они относятся к этому возмутительному, возмутительному, безнравственному развращению малолетних. Вот, прекрасно, по-моему, ничего не изменилось за 200 лет. А здесь есть изумительные совершенно образцы жанра, но, например, один в один, значит, карикатура нет, которую я показываю, не буду вам её специально отлистывать. Найдёте сами в книге «Великолепная карикатура, словно сошедшая с кадров мультфильма «Футурама», да, помните там замечательные головы, которые существовали в таких герметичных сосудах? Посмертное такое существование обеспечено было многим известным лицам – президентом, актёром и так далее. Их каким-то образом, значит, размораживали, да, и, значит, эти головы увели, а тела, видимо, были сменные. Здесь точно так же изображён парламент. Слушайте, ничто не ново под войной, да, а карикатурист уже открыл этот способ, и там головы тоже очень забавными репликами обмениваются и так далее. Изображены очень достоверно, по-видимому, с портретным сходством. Вот такая вот футурама, значит, рубежа 18-19 столетий. Очень много карикатур чрезвычайно едких. Чрезвычайных. Не потому, что юмор ниже пояса, или не потому, что, значит, оскорбление в адрес политиков или военных противников содержит, но потому, что карикатурист умел бичевать, если он хотел, он умел в значении, значит, выпороть как следует прилюдно, да, показать, так сказать, во всей красе. Значит, отдельно, отдельное удовольствие ему будет доставлять вот такие вот развороты. Здесь на таких вот вертикальных разворотах, значит, свёрстан подробный анализ какой-либо из карикатуры с отсылкой к его первоисточникам, к живописи 18 века, к визуальной культуре того времени, да, к образам, которые нам уже непонятны, недоступны и не столь интересны, да, как сама карикатура. Вот когда ты понимаешь весь контекст, когда ты понимаешь, какую картину знаменитую имел в виду карикатурист, да, тебе становится гораздо более интересен и сам юмор, да, юмор жевает. Эти вот все образы, вот, прекрасная футурама, вернее, один кусочек, вот эти вот заспиртованные головы, значит, живые и так далее. Вообще, надо сказать, что вот это, конечно, необычайно свободолюбивая книга. Недаром здесь приведены кое-какие отсылочки к искусстве и к культуре жанра карикатуры 20 века, в том числе цитируется несколько образцов жанра, типа Кукерниксов, вот, даже работа Ёлкина есть, встречается. То есть, на самом деле, традиция жива, да, и эта книга очень актуальна. Я думаю, что многим людям, которые зарабатывают себе на хлеб вот именно таким вот образом, да, смех, он же является прекрасным инструментом, значит, не только в политической борьбе, допустим, или в бичевании общественных пороков, вот то, о чем я говорю, да, знаменитые гравюры картины того времени и сюжеты и мотивы, которые обыгрываются в данном конкретном изображении. Вот, я говорю, многим нашим современникам было бы очень хорошо поучиться мастерству у этих художников. Зачастую русскоязычному читателю абсолютно неизвестно. Для меня эта книга полностью терра инкогнито, открывая буквально кроме одного единственного изображения, памятного мне еще, бог знает какого времени, я не видел ни одного из этих, значит, листов и никогда не знал. А ведь это очень значимая часть не только визуальной, но и вообще культуры и литературы английской, англоязычной и европейской 18-19 веков. На эти изображения любовались наши предки в 19 веке. Их принимали к сведению наши декабристы, когда сакральность власти подразумевалась, вот эта вот незыблемость монархического строя, значит, и сословных перегородок подвергалась сомнению, да, эта карикатура в точности соответствует французской революции, ее бунту и настрою вот этому свободолюбивому. Только в Англии она выражалась, видите, совершенно иначе. В других формах, жанрах искусства и к другим последствиям приводит, да. То есть вот на самом деле это страшно интересный материал для любого историка цивилизации, антрополога. Я думаю, что у этого жанра абсолютно бессмертное будущее, потому что карикатура будет востребована навсегда. Ну а уж если узнал себя в карикатуре, поступай как английский аристократ. Клянусь честью, Ваша Светлась, вы в карикатуре как в свежей и что я похож, а сюжет интересный? Пойдемте посмотрим. Это прекрасный совершенно ответ на, значит, такое известие, что ты попал в свежий выпуск карикатуры. Попасть под даже очень такое язвительное перо мастера гораздо лучше, чем стать, значит, объектом насмешек бездари, которое своим произведением, в кавычках, только унизит, значит, предметы, которым ведет речь. Вот. Итак, антология смеха, английская карикатура 18-го, 1-й четверти, 19-го века. Читайте, наслаждайтесь. Спасибо за внимание. Издательство Арт Волхонка. Продолжение следует...